Итак, друзья, сегодня будет очень крутое видео с очень крутой темой. И сразу хочу сказать, это не реклама. И вообще, я сейчас расскажу про историю, как так получилось. И почему я это видео снимаю. Но получилось так, что я стал от еще одной вещи в восторге. И поверьте, таких вещей у меня немного. У меня есть камера Sony X3000, которую я всем советую. И есть почему она заслуживает этого. У меня есть крутые часы. У меня есть... Наверное, таких больше у меня нет вещей. В голову ничего не приходит. Сегодня же я вам расскажу про лучший в мире из всего, что я когда-либо видел, рюкзак для путешествий. Не таких, знаете, путешествий, когда ты идешь с карематами, вот такие рюкзаки, с рамами какими-то. А адекватный, с которым даже можно по городу пройтись. И который, мне кажется... Ну, это такая находка, друзья. Просто вы не поверите. Все, кому я его показывал, были в восторге. Вот даже Богдан Лагвиненко приходил из Юкрейнера. Я ему показывал. Он стоял и... Хо-хо, хо-хо, нифига себе, нифига себе. А поверьте, этот человек знает толк в путешествиях побольше, чем я. Я ничего ранее подобного не встречал. Сейчас поговорим про него подробнее. Но для начала немножечко предыстории, как все так получилось. Он у меня, естественно, лежит уже на столе. Называется Black Pack. Сейчас мы к нему подойдем. Но фишка в том, что это действительно не реклама. Ребята мне его даже не засылали. Я его сам не находил. Как всегда бывает, чтобы вам посоветовать что-то. Я, бывает, сам нахожу и потом советую. Мне не предлагали рекламу за деньги. Ну, в общем, ничего этого не было. Фишка в том, что ребята, на самом деле, больные гении. И именно такие больные гении делают самые крутые вещи. Но мне его привез Йохан. Он, как Дед Мороз, после Нового года приехал ко мне в офис. И дал мне штаны. Дал мне рюкзак. И все это для того, чтобы мы готовились к велопутешествию. Мы в этом году планируем поехать больше тысячи километров по Европе. Я думаю, что это будет тысячи полторы. Мы уже планируем это путешествие полным ходом. И он приехал, говорит, вот рюкзак для велопутешествия нашего. Естественно, не на спину, не подумайте. У нас будет специальный чехол, куда мы этот рюкзак засунем. Он будет на раме висеть, на вилке. И он, как Дед Мороз мне его принес, начал показывать. И я такой, ну нифига себе, что это за рюкзак такой. Он мне рассказал просто про ребят. Оказывается, ребята его знакомые. И они просто передали ему, чтобы он мне его подарил. Я сказал, блин, я хочу про него снять видео. И вот потом уже я связался с ребятами. Сказал, вы знаете, вы делаете офигенную штуку. Они в восторге, на самом деле, что мне понравилось. Ну, это круто, когда люди делают что-то крутое. И всем остальным это тоже нравится. Я их пригласил на встречу. Они приехали ко мне, кстати, из Кременчуга. И мы обсудили партнерство. Потому что, знаете, я уверен, что этот рюкзак люди будут покупать. Но я не могу представить причину, по которой его можно не купить. Если бы мне сейчас про него рассказали, я бы пошел его и купил, если бы у меня его не было. Лучше у меня рюкзака еще не было. И сейчас я расскажу почему. Конечно же, друзья, моя манечка по велосипедам и рюкзакам меня когда-нибудь угробит. Я реально фанатею по рюкзакам. Но от этого вам должно быть только лучше. Потому что сколько у меня их было, сколько у меня их есть. У меня их, наверное, сейчас штук 10. Про сколько я вам рассказал? Ну, про Odjo, да, рассказал. Но по факту я не рассказываю, потому что они плохие. Я не могу найти нормальный рюкзак. Вот с Odjo я хожу каждый день и все. Других нормальных рюкзаков нет. Вот про этот я вам сейчас буду рассказывать. Итак, называется рюкзак Black Pack. Он пока что единственный в своем роде в плане модель. То есть их много уже выпущено. Вы можете купить себе. И ссылка есть в описании. Я расскажу, для вас будут шикарные условия. Как я уже сказал, ни копейки не зарабатываю. Но если вы купите рюкзак по моей ссылке, вы сэкономите дофига. И я что-то с вас тоже заработаю. Это на самом деле правильно, я считаю. Они не выпустили больше ничего. То есть есть чистый рюкзак. И над этой моделью парились достаточно долго. Тема в том, что создатель этого рюкзака, он очень сильно тащится по всяким таким шмоткам. И ему нравятся первые качественные вещи и очень практичные вещи. Это вещь не самая легкая. То есть я держал рюкзаки полегче. Но он не тяжелый. Чтобы вы не испугались, он не тяжелый. Но фишка в том, что полностью весь акцент был отдан не компромиссу между массой и надежностью, а надежности. И это по моему вкусу. То есть этот рюкзак можно считать вечный. Я терпеть не могу, когда рюкзаки начинают ссататься, когда они протираются. Когда внутри, знаете, прокладки, как у декайнов некоторых, начинают трескаться. Здесь этого всего не будет. К примеру, маленький такой вам примерчик. Есть ручка сзади вот эта. Если за эту ручку вы будете нести полностью перегруженный рюкзак, то с ним ничего не произойдет и эта ручка никогда не оторвется. Более того, если вы его нагрузите, наденете на себя и вы имеете массу приблизительно 70 килограмм, вас с рюкзаком можно будет поднять за эту ручку. Вы вкиньтесь, насколько качественно. То есть реально тестировали этот рюкзак, когда его нагружали и с человеком поднимали и ручка выдерживала. Всего лишь вот эта маленькая ручка. То есть про надежность можете не париться и это то, что мне нравится. Опять же, такие мелочи, как застежки. Каждый же сталкивался с тем, что не говоря даже про украинские рюкзаки. В Украине рюкзаки чаще всего делают такие себе. Даже импортные рюкзаки имеют проблемы с молниями. Здесь все элементы от UKK, это крутая фирма, причем по 8-миллиметровой. Вот, есть 5-миллиметровые, чаще всего украинские производители 5-миллиметровые используют. Они, естественно, держат возраст не так хорошо. 8-миллиметровые это стандарт во всем мире, практически для всех рюкзаков, в том числе и походных. Ну, есть еще, по-моему, 10-миллиметровые, но это уже вообще хардкор, там, для карьеров каких-то. Здесь 8-миллиметров везде снаружи, что очень хорошо. Поверьте, я не просто так рассказываю, надежных рюкзаков дофига. Я не говорю, что этот самый надежный в мире, а то есть много есть надежных. Здесь есть фишки, и таких фишек в одном комплекте, и так сделанных качественно, я больше не видел никогда. И радует именно то, что создатели понимают, что это они позаимствовали у тех, это они позаимствовали у тех, это придумали сами. Но самое главное, что все, что они заимствовали, говорят, оно везде сделано так топорно, ты не понимаешь, как этим пользоваться. Это круто, когда люди видят проблему и начинают ее решать. Они просто создают что-то, чтобы потом заработать с этого бабла. Пойду по фишкам, чтобы вы все понимали. Материалы все очень качественные. К примеру, основная ткань это сертифицированный штатовский нейлон Cordura 1000 Den. Он из-за полиуретановой основы никогда не потрескается внутри. Вот, кстати, про внутреннюю часть я вам уже говорил, у меня декайны трескаются изнутри. Раз начал уже про наружный материал, расскажу вам про внешний вид рюкзака и все, что есть снаружи, потом перейдем внутрь. Внутри, ну просто поверьте мне, есть вещи, которые вас очень сильно удивят. Не было ни одного человека, который остался равнодушным к этому. Итак, к примеру, вот этот ромбик. Напишите в комментариях, кто думал, что это какой-то бренд, что вот эти ромбики ставятся на определенные рюкзаки определенных фирм, а все остальные просто копируют. Я так и думал, а оказывается, это просто дань моде. Когда-то в 70-х были туристические рюкзаки, называлась эта штука Pig Nose. Вот эта вот штука использовалась и была популярна тогда, именно для того, чтобы крепить карабины. То есть сюда ты продеваешь карабин, какие-то кольца и вот так как бы ее и применялись. Сейчас это просто дань моде для походных рюкзаков, ну и выглядит как бы стильно. Вся наружная фурнитура, включая фастексы. Опять же, напишите в комментариях, кто раньше знал, что это называется фастексы. Вот эти вот штучки, это фастексы. Не карабины, не клипсы, как я их называл, а фастексы. Ну так реально круто. Фастексы молнии от японского бренда UKK. Кроме одного фастекса, вот этого. Возле груди у вас есть серенький фастекс. Они все сертифицированы, на них надписи. И он от американского бренда Nexus, потому что у UKK нет фастекса со свистком. Он на самом деле так лупит, что каждый раз закладывает одно или два уха. Очень громкий. Для чего это надо? Ну, к примеру, вы путешествуете и потерялись в лесу. Вы отбились по писать, к примеру, команда ушла, вы не можете найти выход. Вы, ну, что угодно может быть, в очереди какой-то, где-то в толпе в Индии. Лишним это, по крайней мере, не будет. Не знаю, насколько вам сейчас хорошо видно. Этот рюкзак достаточно большой, но, как я уже сказал, не ужасный походный, с которым вы никуда не пойдете. То есть, он, в принципе, адекватно большой, но когда вы путешествуете, его можно запросто с собой брать в ручную платью. Он не громадный. И в зависимости от того, насколько вы его наполняете, он будет просто становиться больше. А больше он будет становиться, потому что это смарт-рюкзак, еще и сумка. Если вы спрячете лямки вот эти, они прячутся сюда и сюда. Вы их просто отстегиваете и засовываете вовнутрь. Их можно отстегнуть практически полностью. То есть, вот здесь отстегивается лямка. И вот таким образом вы ее просто прячете вовнутрь. Эта вот вся тема превращается в сумку. Вы несете это дело как сумку. Также есть возможность прицепить на вот эти крепежи обычную лямку через плечо. Она тоже в этом рюкзаке спрятана. Я вам покажу ее. Но на самом деле чаще всего использовать не придется, потому что удобно в аэропорту просто за ручку таскать. И в таком положении здесь есть кармашки для удобного доступа. Вот в таком горизонтальном варианте. Вы просто берете их, открываете и имеете к ним доступ. Но к кармашкам мы подойдем чуть-чуть позже. Как я сказал, в зависимости от объема рюкзак будет расширяться. И если вы отодвинете вот эти два кармашка, а в принципе не будет. Смотрите, есть вот эти вот две лямки. Для чего они нужны в походе? Для того, чтобы засовывать сюда каремат. Все на вот таких пластиковых фиксаторах. Это очень удобно, потому что чаще всего их или нет, или они тряпичные, или резинки какие-то делаются. Они пластиковые и не выпадут. То есть они очень надежно крепятся. Вы можете эти штуки растянуть достаточно сильно и туда засунуть каремат любой длины. Тем не менее, если вещей слишком много, вы можете, как говорится, пробить дно. Отстегиваете эти фастексы. Капец, как приятно узнавать новые слова. И опускаете дно. Вот настолько. Здесь у нас молька вот такая есть. Вы можете сюда засовывать, привязывать. В общем, знаете, что с этим делом. И объем рюкзака существенно увеличился. Радует, вот знаете, продуманность в деталях. Как я уже говорил, создатели немножечко больные, повернутые. И я знаю, что этот рюкзак делался, ну просто вот уже полностью все готово. Потом такой, нет, вот это еще надо сделать. И вот такие мелочи, как, к примеру, вот это ушко. Для того, чтобы начать застегивать рюкзак, ну чтобы он снова стал маленьким, вам было бы неудобно просто вот так вот тянуть. Вы можете взять пальцем за вот это кольцо, за ушко и начать застегивать. Блин, ну когда рюкзак легкий, понятно, это сделать легко. А представьте, что он у вас нагружен. Лямки. Они сами по себе удобны. Здесь нет каких-то протирающихся деталей. И они регулируются как снизу, так и сверху. Что очень важно, потому что чаще всего сверху лямки не регулируются. А вы можете их конкретно под свои плечи сделать, чтобы они не натирали. Это тоже интересный момент. Ну естественно, про качество я уже сказал. Теперь давайте потихонечку мешать. Я понимаю, что там взор сумбурный, но я рассказываю на эмоциях. Это нормально на моем канале. Есть отдельное отделение, друзья, для обуви. Опять же, я понимаю, что много где есть такое отделение. Но это просто одна из фишечек. Снизу ты открываешь вот такое дно, такой рот. И вот сюда, в отделение, которое легко моется, ты складываешь или сухую обувь, или что-нибудь, грязную одежду. А вот сюда можно грязную обувь. Потом этот мешочек достал, помыл и обратно спрятал. Для чего это нужно? К примеру, мой кейс использования. Мы с Йоханом, как я уже сказал, планируем ехать с этими рюкзаками на велосипедах. Естественно, мы будем брать несколько пар обуви. Это будут велотуфли, в которых мы будем ездить. А также будут тапочки для хостелов, для мотелей. Мы снимем отдельное видео про то, что с тобой надо брать велопутешествия. Потому что, ну кто бы подумал, что тапочки нужны. А Йохан из-за того, что опытный, говорит, что тапочки в первую очередь надо взять. Наверное, он сможет объяснить, почему. Естественно, они будут пылиться, пачкаться от всяких полов. Их надо будет куда-то прятать. В этот мешочек, в это отделение рюкзак будет чистым. Идем дальше. Покажу вам вкратце, наверное, карманы. Ну давайте, раз уже начинали, просто вот эти карманы. Доступ к ним есть снаружи. Они все хорошие. Ну так, туда можно и документы, и ключи, и еще что-нибудь. Ты просто складываешь туда и забываешь про это все. В этих кармашках вы прячете какую-то мелочь. Каждый из них еще открывается в более большой карман. Вот так. Здесь уже в формате рюкзака, к примеру, видите, не откидывается как много. У меня вот, Джо. Если ты откроешь это отделение, оно просто выпадает. Это не продуманно. Понимаете, ОДжо, такая компания крутая, делает вот так вот. Здесь, посмотрите, как сделано. Ну блин, радует такая продуманность. Для ручек, для документов. Они говорят, смотрели когда-то мое видео как раз про рюкзаки. И смотрели, что должно быть отделение, которое закрывается. Спасибо. Считай, я приложил руку к этому рюкзаку. И есть карабинчик. Друзья, опять же мелочи. Карабинчики такие для ключей есть везде. Но чаще всего, как они говорят, тебе надо пальцем поддевать. А тут ты просто вот так вот опускаешь его. Даже в такой мелочи ребята позаботились, как карабинчик. Ну, я понимаю, что где-то могла бы быть лажа. Я ее пока что не нашел. Но вот когда они вдаются уже в такие детали. Блин, это тупо так радует. Особенно, если вы пройдетесь от рюкзаков, как я. Открываем второй кармашек. И здесь у нас, о боже, еще один карман закрытый. Я приложил две руки к этому рюкзаку. Но это не все. Снаружи, вообще в этом рюкзаке, к основному отделению большому, есть три доступа. Три это очень много. Потому что чаще всего доступ один. Первый находится прямо вот перед вами уже, чтобы не крутить рюкзак. Вы просто открываете его. Для чего он нужен? К примеру, когда вы в аэропорту хотите что-то перепаковать, достать то, что вы запаковали в самое начало, вы не лезете сверху. Вы открываете вот такую штучку. Здесь у вас есть доступ к белью, щеткам зубным, что угодно. То есть это вы уже сами решаете. Вы вот сюда под застежки это все дело засовываете. Опять же, круто. Такого я не встречал. Уже как бы очень смарт. Согласитесь, как смарт-квартира, только смарт-квартира чаще всего маленькая. Рюкзак большой, но тоже смарт. И основное отделение. Достаточно большое. Как я уже сказал, если вам его мало, вы все опускаете еще вниз, прорываете дно. Здесь есть затягивающаяся вот такая тема. Если вы ее распустите, то второе дно опустится туда полностью. То есть можно его сделать закрытым чисто для обуви, как я уже показал. А можно на обувь забить, если у вас ее нет. И сделать просто огромное отделение. Это, конечно же, не все. Это все мелочи. То есть это то, что меня не купило бы. Хороший рюкзак это хорошо, но их очень много, как я уже говорил. Меня покупают другие вещи. Есть доступ сверху. Ну, как бы обычный доступ к рюкзаку сверху. Здесь у нас есть, как видите, еще кармашек. То есть сюда вы еще что-то сможете сложить. Ну, блин. Не знаю, что сказать плохого про этот рюкзак. Это не все, естественно. Идем к самому хорошему и интересному. Мы сейчас скоро подойдем. Задняя часть. Тут есть молния сбоку. И когда вы ее открываете, вы попадаете в отделение для ноутбука. И важно, что это отделение плотное. То есть она не мягкая, и ноутбук здесь не сломается. В этом отделении есть свой чехольчик для ноутбука, Вася. Это же офигенно. Причем он тоже плотненький. И ты туда прячешь свой ноутбук. Пятнашка, любая практически влазит. Если у вас, конечно, не рог от Asus, то есть не игровой ноутбук, он туда войдет. Я не говорю, что рог от Asus это плохо. Просто он большой. С этим надо считаться. Боковой карман. Для чего он нужен? Он нужен, чтобы туда положить или вещей какие-то, или для бутылок. Дело в том, что чаще всего в рюкзаках этот карман сетчатый, из такого сетчатого материала. И туда просто в бок можешь бутылку вставлять. Здесь так было сделать нельзя, потому что, как я уже сказал, этот рюкзак можно использовать как сумку. Спрятав лямки и взяв его за ручку или за лямку на плечо. И в таком случае вот эта сетка быстро бы убилась. Но фиксатор есть, достаешь. То есть все отлично. Если бутылка слишком большая, берете и горлышко пропускаете через вот этот карбин или термос. Ну блин, ну все продумано, понимаете? До таких вот деталей. А теперь, друзья, как я и говорил, к самому умо просто взрывающему. Я думаю, все заметили, что сверху есть вот это вот. Вот, естественно, это тоже часть рюкзака. То есть вы туда можете прятать вещи. Но я думаю, что все заметили способ с фаннипэком, потому что это и есть фаннипэк. Вы берете, отстегиваете эту штуку. К примеру, вы приехали в какой-то хостел, в мотель на велосипеде. Достали все в номер, положили. И решили, естественно, поехать по городу покататься. Обычный человек берет с собой еще рюкзак или фаннипэк. Здесь вы приехали сразу с рюкзаком и сняли фаннипэк. Оставили дома рюкзак. Фаннипэк достаточно большой. Здесь, как видите, у нас нет лямки. Но вы ее достаете. Все продумано. Она могла бы болтаться. Ну, согласитесь, могла же ведь болтаться бы она. Но, ребята, продумали, чтобы она была спрятана. За это им тоже спасибо. То есть вы достали вот эти вот штучки с фиксаторами. Все как полагается. То есть продумано. И зацепили на пояс, на плечо. Как вам, собственно, удобно. Она намного больше, чем моя декайноская сумочка. И, кстати, многие спрашивали, где я взял свою декайноску. Потому что, видимо, людям все-таки нравится. Я хожу с фаннипэком по всему миру. Это очень удобно. И более того, когда большой размер. Я уже недавно рассказывал про National Geographic. Свой фаннипэк. Он оказался не очень удобным. Потому что тяжелый. И, несмотря на то, что большое, отделение там маленькое. Здесь отделение большое. То есть вы смотрите. И сюда поместится все. Здесь есть кармашки даже. То есть сюда еще какие-то документы. Сюда пауэрбэнки. Ну, в общем, все. Чего просто душа ваша пожелает. Туда можно спрятать. Ну, вот такие, значит, моделируем ситуацию. Приехали в Барселону. В Барселоне дешевые мандаринки или апельсинки. Апельсинки, да. Мандаринки, они и зимой. А в Барселоне апельсинки. И вы хотите купить с собой апельсинок. Несколько килограмм. Надо кулек тащить. Или вы в ВТБ сходили. Не знаю. Пофиг. Вы такое на кассе стоите. Вам кулек надо вы. Кулька мне не надо больше никогда. Почему? Потому что эта дичь трансформируется в еще, блин, один рюкзак. Один рюкзак родил другой рюкзак. Вы где-то такое видели? Нет, ну скажите. Причем симпатичный рюкзак. Ладно бы какое-то говно вас выстегивалось. Знаете, ну практичность. Ну, уже раз вот так, то он некрасивый будет. Ну, уже миритесь. Да нет, он еще красивее, чем рюкзак матка, чем в Альфа Сами. Вот это вот лучше. То есть, ты ходишь с ним по городу. Более того, продумано то, что ты вот ходишь с этими лямками. Вот этого у тебя болтаться не будет. Ты его или за пояс цепляешь, или прячешь вот в эти фиксаторы. И у тебя обычный рюкзак, понимаете? Конечно, вы сразу подумали. Я об этом не подумал, но вы же умнее. Вы подумали, что, Саня, у тебя есть здесь отделение. Но оно же недостаточно большое. Действительно. Потому что дно, это крыша фонипека. И когда ты открываешь фонипек, как бы, да, у тебя два отделения разных. Для многих это плюс. Кто-то захочет так использовать. То есть, здесь кармашки, здесь отделение и отдельное отделение рюкзака. Ну, а если мне надо что-то большое, там, ну, ноутбук положить тот же. Вот у меня же есть этот, да? Во, чехол для ноутбука. Хочу его с собой взять, значит, в Барселу. Он приехал за мандаринками. Хочу с собой ноутбук взять. Отстегиваем дно. Ну, что вот с этим делать? Это же некрасиво. Для этого тоже есть кармашек. То есть, понимаете, для всего в жизни должен быть кармашек. И у вас теперь, блин, рюкзак полноразмерный. С которым можно ходить, блин, каждый день, понимаете? На тренировку, куда угодно. И сюда влазит этот же чехол для ноутбука, который идет в комплекте со всей этой дичью. И все это приспокойненько себе закрывается. И вы, блин, этим пользуетесь. In your face. А главное, что все это как просто разбирается, так просто и трансформируется. И потом все снова просто собирается. То есть, чаще всего у вещей-трансформеров есть большая проблема. Они могут превратиться из одной вещи в 258 разных вещей. Но превратив из одной в другую, ты потом никогда не найдешь дорогу обратно. Здесь все легко делается. Это тоже плюс. То есть, реально, ребята, продумали. Поэтому я могу эту тему не просто советовать, а дико рекомендовать. Материалы сами водонепроницаемые. Это тоже очень важно. Естественно, молния, она может получать какую-то долю влаги. То есть, если вы попадете под сильный ливень, то влага именно не течь туда будет, а влага будет проникать. Но, по большому счету, весь материал, он водонепроницаемый. Ну и, друзья, по банальным цифрам по литражу. Сам вот этот рюкзак без верхней части и без откинутого дна имеет объем 40 литров. Что очень хорошо. С верхней частью пристегнутой он имеет объем 50 литров. Без верхней части носа, откинутым вниз дном, он имеет объем 48 литров. С вот этой штукой, откинутым дном, 58 литров. Это много. Фанни Пэк в собранном состоянии имеет объем 10 литров. Для многих рюкзаков это тоже, в принципе, нормально. То есть, без шуток, вы туда много всего сможете сложить. Ну и если вы превращаете его в рюкзак, то 27 литров у моего отжио меньше. У него 25 литров. У этого 27. Блин, я не перестаю удивляться. Вот эта вещь, которой мне кажется всю жизнь не хватало. Мне казалось, что мне не хватает денег, больше квартиры, машины. Но нет. Мне не хватало этого рюкзака. У меня все остальное уже есть. То есть, рюкзак это вот было как конкретно пазл, где у меня не сходился. Все сошлось. Весит все это дело чуть больше 2 килограмм. То есть, вот это вот тема 1,75. Вот это 0,5. И вот это конкретно то, что меняет ход игры. Эта тема легкая, практичная. Она крепится прямо к рюкзаку. Трансформируется из одного в другое. И в итоге, купив вот это все, вы получите большой походный рюкзак. Сумку. Фанни Пэк. И маленький рюкзак. И все это в одном флаконе. И стоит это. Стоит это, друзья, 300 долларов. И это будет выходить еще на Kickstarter. Но у вас уже есть возможность это купить. Очень качественно. Все круто. Но, как я уже сказал, я встречался с ребятами с одной лишь целью. Чтобы, ну естественно, какой-то себе профит иметь. Я с вами всегда честен. И для того, чтобы для вас предложить скидку. Итого. По моей ссылке. Она есть в описании. Больше вы нигде этого не найдете. Это только для моих подписчиков. Стоимость рюкзака не 300 долларов. А 240 долларов. Или, если быть точным, 239. И определенный процент с этого также получаю я. Небольшой. Но, тем не менее, я знаю, что эту вещь будут покупать. И мне лично будет приятно. Это то, что я советую. Если вы любите путешествовать. Если вы куда-то ездите. Мне она нужна и в Тайвань. И в Германию, когда я на неделю езжу. И в Барселону. То есть, это реально универсальная вещь для любых путешествий. Включая велосипедные. Мы уже с ребятами договорились, что будем хоть как-то там обмениваться своими пожеланиями. Они будут для велосипедов делать больше всяких вещей. Под рамы, чехол для этой сумки. Что-то пойдет в серию, что-то не пойдет. Вот это серийная вещь, которую можно уже купить. С бирюзовым внутренником или с серым. Вы это можете заказать себе на сайте. Цены вы знаете. Ссылочки есть в описании. Очень сильно рекомендую. Спасибо за то, что посмотрели этот обзор. Подпишитесь на канал. Переходите по ссылке. Наслаждайтесь. Получайте те же эмоции, что получаю я. Всем пока.